Почему мужчинам нравятся недоступные женщины? Ближе, дальше, тепло, холодно, сегодня у нас хорошо, а завтра мы ссоримся, послезавтра мы выносим друг другу мозг, на четвертый день он мне дарит цветы, и вот постоянные качели. Если вы хотите каких-то там много мужчин привлекать, конечно же, можно выбрать общую стратегию, быть недоступной. Она боится показывать свои истинные чувства, боится показывать свою уязвимость, а ведь невозможно быть все время холодной. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И в этом видео я хочу раскрыть эту важную тему, потому что многие говорят, что мужчинам нравятся недоступные женщины, мужчинам нравятся холодные женщины, либо такие фразы, как мужчина – это охотник, мужчина – это завоеватель, нужно с ним осторожней быть, нужно от него убегать, нужно быть загадкой, и это такая некая гарантия, некий путь к классным отношениям, либо путь к тому, чтобы найти достойного мужчину, либо же выйти замуж. Собственно, в этом видео я хочу раскрыть эту тему, чтобы вам было еще более объемно понятно, что, как, почему устроено, и к чему это на самом деле ведет. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и обязательно смотрите это видео до конца. Первое, с чего я хочу начать. Я не учу быть загадкой. Я не учу тому, что мужчин – это завоеватель, охотник, от него нужно убегать. Я не учу, что нужно быть недоступной женщиной, и тогда все будет хорошо. И сейчас я буду объяснять, и вам будет понятно, почему я этому не учу. Давайте разбираться. Если посмотреть на большинство мужчин, которые мужчин старше, например, 25 лет. 20, 25, 30, 35. Если задуматься, какое было у них детство, как их растили родители, какие отношения у них были с матерью. И мы увидим, что было условно две крайности. Первая крайность – это строгая, жесткая, требовательная, властная мать, которая была строга и недостаточно тепла по отношению к сыну. Второй вариант, вторая крайность – это когда мать была гиперзаботливая. Это когда мать была, условно, не отпускала сына от своей сисечки. И сейчас мы видим последствия, что много мужчин, они маминкины сынки. И даже когда этот мужчина вступает в серьезные отношения, даже когда он женится, даже когда в его взрослой семье уже заводятся его собственные дети, все равно мать важнее для него, чем жена. Это отдельная проблема. Поэтому, возвращаясь к первому типу мужчин, которые росли со строгой, жесткой, требовательной матерью. И таких мужчин, как вы понимаете, немало. Что происходило в детстве у этого мальчика? Что ему приходилось заслуживать любовь матери. То есть, по сути, перед ним была холодная мать, возле которой нужно было стараться, нужно было хорошо учиться, нужно было там как-то вежливо разговаривать, правильно себя вести, то говорить, то не говорить, как-то изгибаться, чтобы получить одобрение матери. И получается, что эта программа в нем заложена из детства. И если мужчина не прорабатывался, не проходил какие-то тренинги по развитию личности, не разбирался с этой темой, а большинство мужчин в этом не разбирались, получается, в нем программа неосознанно, подсознательно он ищет такую же женщину, любовь которой он будет заслуживать. Ту самую холодную женщину, которую он будет завоевывать. Именно на таких женщин он и реагирует. Если перед ним поставить, ну, скажем так, нормальную женщину, которая открыта, искрена, которая не боится быть уязвимой, которая развивается, вряд ли такая женщина его может заинтересовать. Он скорее будет реагировать, эмоционально реагировать на женщин, недоступных и холодных, думая, что это влюбленность, думая, что это вот та самая женщина. Собственно, это и есть ответ на вопрос, почему многим мужчинам нравятся холодные, недоступные женщины, почему многим мужчинам нравится завоевывать женщину. И, казалось бы, ну, круто, можно заканчивать видео. Но ведь важно не то, что было в начале, да? Если мы посмотрим на большинство отношений, они же так и начинались. Мужчина-завоеватель вначале старается, вначале он такой очень старательный, ухаживающий, и такое ощущение, что все свои силы вкладывают в то, чтобы завоевать женщину. И если бы это было гарантией классных отношений, я бы дальше не продолжал это видео. Но что мы видим? Что после того, как мужчина, эти мужчины завоевывают, заполучают женщину, что происходит в большинстве случаев? Мужчина остывает. Мужчина такое ощущение, что как только он достиг какой-то цели, все, у него пропадает интерес. Потому что, ну, смотрите, у него запрос на загадку, у него запрос на холодную женщину. А ведь невозможно быть все время холодной. А ведь невозможно быть все время загадкой. Какая бы женщина ни была, рано или поздно, ее загадка будет разгадана. И, соответственно, у женщины есть выбор. Ей нужно думать о том, как устраивать постоянные качели в отношениях. И это тоже очень крайне сложно и практически невозможно. И даже если она изо всех сил устраивает эти качели, все равно у мужчины уже не такой явный интерес, как изначально. Если вы хотите каких-то там много мужчин привлекать в свою жизнь, привлекать, конечно же, можно выбрать общую стратегию, быть недоступной. Но вам важно понимать последствия. Вам важно понимать, что это не работает долгосрочно. То есть, по сути, женщина, которая изображает из себя недоступную, в больших случаях это происходит из-за неуверенности в себе. То есть большинство из этих женщин, они не умеют быть настоящими. Они не знают себя настоящими. И более того, она боится показывать свои истинные чувства, боится показывать свою уязвимость, потому что у нее есть подсознательное убеждение, что я такой не буду интересным мужчинам. Я буду интересным мужчинам, только если я буду вот такой загадочный, там, недоступный и так далее. И глобально это не ведет никаким гармоничным отношениям. К каким-то отношениям, да. К какому-то замужеству, да. Но это отношения, которые, скорее всего, будут напоминать слово качели. Ближе, дальше, тепло, холодно. Сегодня у нас хорошо, а завтра мы ссоримся, послезавтра мы выносим друг другу мозг. На четвертый день, там, он мне дарит цветы. И вот постоянные качели. И понятно, что в постоянных качелях, ну, веселиться, это может быть хорошо какой-то период. Но жить в постоянных качелях невозможно. И поэтому, если у вас запрос на нормальные отношения, на нормального мужчину, более психологически зрелого, тогда моя рекомендация, нужно избавляться от стратегии изображать из себя кого-то, избавляться от мышления большинства женщин, что нужно быть загадкой. Я не говорю, что вы не должны, там, я не знаю, на первом свидании заниматься любовью с мужчиной. Но глобально нужно учиться быть настоящими и развивать свою собственную уверенность в себе, здоровую самооценку, принятие себя, умение выражать свои чувства, не бояться быть уязвимыми. И да, я понимаю, что сейчас вам хочется услышать некие шаблоны, а как это делать, да, фразы, что-то. Это целый процесс развития. Собственно, поэтому я провожу тренинги, даю женское образование уже на протяжении больше, чем 6 лет. Прямо сейчас я вас приглашаю на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы эти и другие темы раскрываем максимально подробно. Как привлекать достойных мужчин в свою жизнь, сделать правильный выбор? Без драм, без манипуляций, без изображения себя, не пойми кого. Как перезагрузить непонятные отношения, если вы уже прямо сейчас в токсичных, непонятных, нездоровых, несчастливых отношениях, и где мужчина вначале был хорошим, а потом оказался не таким, как в начале. Как это можно изменить по наикратчайшему и гарантированному пути? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? Где отношения не похожи на войну? Или не там, где женщина терпит? Или не там, где женщина рулит отношениями и превращается в мужчину? А там, где мужчина, это мужчина, женщина, это женщина. И там, где есть гармония, любовь, благополучие, финансовое благополучие, главное, уверенность обоих партнеров, что у них классные отношения. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на курс бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас поставьте лайк, подписывайтесь на канал и поделитесь в комментариях, насколько полезно это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!